Запись допроса от «Я не сошел с ума, я действительно его видел!» «Боже, это действительно случилось!» Опрашиваемый начинает задыхаться, придя в себя мотает головы и продолжает рассказ, глядя в окно за спиной интервьюера. «Те выходные мы решили провести на природе. Ну знаете, костер, шашлыки с пивом и вопли под гитару. Самая то под конец осени. Максим с женой должен был привезти палатки, у них их целая куча. Уж не знаю, зачем. А я с Олегом, ответственные за мясо и пиво. Место выбрали идеальное, опушка леса у заброшенного дачного поселка. Людей там не бывает, да, что там, даже бродячие собаки не суются. Теперь-то я знаю, почему». Опрашиваемый обхватывает голову руками и издает короткий стон. Созвонились, обговорили детали и начали собираться. Максим решил приехать засветло, говорил, что палатки долго ставить. Молодожены, сами понимаете. Вот мы и поняли и решили припоздниться. Покатались по магазинам. Олег нарочито долго выбирал мясо. Пивом и продуктами забили полный багажник. До поселка доехали под вечер, осталось только мангал поставить и можно начинать веселье. Жутковатое место, старые кирпичные дачи с обвалившимися крышами, да, заросшие бурьяном огороды. Вместо палаток и костра нас ждала машина Макса с распахнутыми дверцами. Надо было уже тогда уезжать, звонить полицию, армию, куда угодно. В лесу играла музыка, хрипло так, с шумами. Как ненастроенное радио. Битлз. Да, точно, они. Желтая субмарина, только голоса были дребезжащие и едва разборчивые. Мы с дуру решили, что Максим решил вспомнить молодость. Достал древний кассетник. Нервно смеется, глядя в лицо интервьюера. Вышли из машины и стали ждать. Не будут же они торчать в лесу вечно. Покурили. Молодые жены так и не появлялись, а песня скомкалась. Превратилась в набор режущих шумов и оборвалась. Мы решили позвонить им, когда услышали женский крик. Вот в этот момент мы и осознали всю жуть ситуации. На добрый десяток километров ни души. Брошенная машина. Это чертова музыка. Крик повторился и резко оборвался. Заиграла музыка. Висборг. Солнышко лесное. Олег бросился в лес, а я поспешил следом. Солнце почти зашло, и видимость была так себе. Я пару раз ударился о деревья, но почти нагнал друга, когда мы выбежали на крохотную поляну. Музыка точно шла отсюда, но никого не было. Пустая поляна с парой уродливых деревьев с корой цвета ржавчины, словно ствол обтянут упаковочной бумагой. На земле под ними лежал женский кроссовок. Олег подошел, сел на корточки, разглядывая находку. Повернулся ко мне, открыл рот. Музыка стала громче. Я непроизвольно задрал голову и увидел это. То, что я принял за деревья, было его ногами. А огромные руки уже тянулись к Олегу. Боже, боже, боже! Интервью прервано на 10 минут. Свидетелю выдано легкое успокоительное. Огромная тварь с длинными руками, обтянутая сухой темной кожей, как в муме. Грудная клетка на уровне верхушек деревьев, обмотанная черными проводами, свисающими к животу. Вместо головы у твари было два противостоящих рупора в наростах ржавой кожи. Человек, 15, 7, атака! Семьсот два! Внутри мегафона, обращенного ко мне, я увидел кривые зубы, перепачканные кровью. Огромная ладонь накрыла Олега и я побежал. Песня сменилась на визг смычка по пиле. Оно погнало изо мной. Не знаю, это от страха стал таким быстрым или оно просто играло со мной, но я смог добежать до дачи. Свидетель издает нервный смешок и хлопает по виску. От ужаса я забыл про машину. Чудовище следовало за мной и кричало голосом Олега и Максима с женой, беспорядочно меняя их прямо во время речи. Спаси, помоги нам! Тревога, дубль, 33, лямбда 9! Мишанина звуков сменилась на вой сирены воздушной тревоги. Он то нарастал, то отставал. Усиливался с боков и почти нависал над головой. Я затылком чуял, как чудовище тянет руку ко мне. Сигма, Форос, 732, стой! Я прыгнул в разбитое окно кирпичного дома с обвалившейся крышей. Ударился о пол и подвывая от ужаса заполз в погреб в дыру в полу. Свернулся калачиком на сырой земле. Чудовище просунуло руку сквозь дыру в крышу и начало шарить, раскидывая мусор и обломки кровли. Я зажал рот и нос ладонями. Пальцы чудовища зацепились за край дыры и вырвали кусок пола. Брава, да, сирп? 533, корова? Свидетель долго молчит, глядя в одну точку. Остаток ночи, но ходила вокруг дачи, проигрывая искаженные песни и крича на разные голоса. Утро ушло. Я дождался полудня и только тогда рискнул выбраться наружу. Добежал до опушки, отодвинул дверцу машины и услышал шелест белого шума, идущий от леса. Шум усилился и начал прерываться. Щелкнуло и заиграло полет в Алькее. Я уехал оттуда и на неделю заперся дома, судорожно придумывая складную сказку на случай, если у полиции появятся вопросы. Сегодня ночью меня разбудил скрипучий шум за окном. Я сдлинул занавеску и увидел ржавый мегафон, щелкающий зубами и приезжавшийся к стеклу. Свидетель накрывает лицо ладонями и, меж пальцев, смотрит в окно на лесополосу рядом с домом. Утром оно все еще было рядом, просто стояло среди деревьев. Люди проходили мимо, не замечая, будто его там и не было. Но ждет, когда я выйду. После этого на улице заиграла музыка. Группа подростков включила переносную колонку на лавочке. Свидетель побледнел и отказался продолжать. Оперативник покинул дом. Было решено оставить субъекта под домашним арестом до дальнейшего расследования. Через неделю свидетель пропал из квартиры. Соседи слышали грох отбитого стекла. По официальной версии он выпрыгнул в окно. Но осмотр квартиры показал, что стеклопакет в зале был выбит снаружи. Если вы сталкивались с сиреноголовым, то мы просим присылать нам свои истории. Все, что вы знаете о нем. Мы собираем материалы о данном существе, чтобы повесить об опасности общественность и докопаться до истины. Мы ждем ваших историй. Субтитры создавал DimaTorzok